Приветствую вас, Сергей. Сразу хотел бы я сказать вам, что я не считаю, что девочка вас разлюбила. Я не думаю, что те вещи, которые были между вами, действительно так легко и просто забыть. Вот. Но все же, на мой взгляд, с ней произошла такая история, что она, будучи, как вы сказали, слишком молодой, не вынесла того контроля, который вы за ней установили. То есть я, честно говоря, с трудом понимаю, почему вы злитесь и агрессируете, когда она, например, борется с каким-то, как вы выражаете, с чимоходом. Почему вы вообще называете мужчин чимоходами, геями и прочее, прочее, прочее. Мне откладывается такое ощущение, что вы достаточно ревнивый и по этой причине неуверенный в себе человек, вследствие чего и стремитесь к контролю за девочкой. Вот. А все, собственно, на нее и давило. Также здесь видно еще и то, что вы говорите, что она глупая, признала бы глупо, жила бы в таком счастье. То есть как бы это, к сожалению, свидетельствует о том, что женщину вы воспринимаете все же в позиции сверху вниз. То есть вы, как бы, ставите себя выше нее, вот, что, на мой взгляд, неприемлемо. То есть человек просто не хочет контроля. Человек просто не хочет контроля. Человек, может быть, и хотел бы вернуться к вам, но контроль, судя по всему, ваша агрессивность, то, что вы требовали от нее, то, что вы запрещали ей, и вот как можно кому-то что-то запрещать, да, это тоже для меня, если честно, загадка в современном мире, как можно что-то кому-то запретить, и как нужно относиться к человеку, чтобы считать возможным что-либо запрещать, опять же, человеку. То есть, ну, для меня это, как бы, кажется, с точки зрения профессиональной психотерапии симптомом созависимых отношений. Как кажется, симптомом созависимых отношений и то, что вы в ней полностью растворились. То есть, эээ... То есть, вы, эээ, ну, как бы, эээ... Вот, как вы говорите, убрали все, что, что разлучало вас. Вот. То есть, это момент, который... Также говорит о том, что ваши отношения не совсем здоровые. То есть, эээ... Может быть, может быть, может быть, у вас, эээ, действительно, есть любовь, и у вас, действительно, есть чувство, у вас, действительно, есть потрясающая совместимость и все такое, но, эээ... Современный мир и современные, современные люди выстраивают отношения не на принципах контроля и растворения друг друга, а на все-таки, эээ... Ну, на все-таки более, более равноправных и более доверительных отношениях, на более доверительных основаниях, скажем так. Вот. Вы же, а, судя по тому, что вы контролировали ее, и судя по тому, что вы не принимали тот факт, что она не девственница, тоже, кстати, вопрос, эээ... По какой причине, да? То есть, ну, я понимаю, по какой причине, но, как раз бы, вас по этому поводу подключат. Эээ... Вот. Что, судя по вашей татуировке, которая у вас есть, моя честь, моя верность, к сексу у вас, к сексу у вас отношения весьма-весьма негативные. То есть, к сексу у вас отношения как к чему-то грязному, ну, к сексу как к таковому. Вот. И ревность, опять же, говорит о наличии неких личностных проблем у вас, вот. Эээ... Эээ... К... К... Ну, к сожалению, к сожалению, говорит о наличии личностных проблем у вас. Вот. Поэтому, вот именно эти проблемы нужно в целом разрешать. Вот. Это у вас... Это ваши вторые отношения, которые у вас не складываются. Соответственно, это уже имеет место быть, скорее всего, в качестве системы. Ну, то есть, это система, что у вас не складываются отношения. И, на мой взгляд, эээ... 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 Вот так можно вам ответить. Эээ... Гасаем от того, что она делает. Ну, здесь, мне кажется, все очевидно. Она просто вам, возможно, мстит. Она просто, возможно, пытается причинить вам боль. Эээ... Что вы до сих пор ее оцениваете. Вы до сих пор не принимаете то, что она делает. Вас до сих пор вводит в состояние беженства какие-то ее поступки. Например, добавление каких-то мужчин, друзей. Вот. И пока эта ситуация происходит, эээ... Ну, полагаю, что у вас всегда будут определенные проблемы. То есть, если вы действительно человеком дорожите, если вы действительно человека любите, то мне кажется, что вам нужно, эээ... Как бы, поработать над своим отношением и к ней, и к себе. И все-таки, эээ... Выстраивать отношения на более свободных доверительных основаниях. А то, эээ... Ну, доходит до, знаете... До довольно, эээ... Абсурдной немножко ситуации, когда вы... Эээ... Говорите, что вот стало бы глупо, если я все понял, да? То есть, что вот вывод вроде бы... Вывод вроде бы вы сделали, но... Ну, знаете, я все равно глупый. И хотя я отдаю себе отчет в том, что... Говорите вы, что она глупо... Эээ... Любя! Вот. Но... В контексте... В контексте, вот... Того, что... Вы... Эээ... 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 До этого рассказали, ну... Как бы... Все равно вы не воспринимаете ее как рав... Равную себе... Равную себе... Себе... Вот. И вы можете сказать, что... Ну, она же маленькая. Так, если она маленькая... У вас жена, ну, как бы... В отношениях... Эээ... Для отношений вам не подходит. Если вы... Эээ... Выстраиваете с ней отношения, то... Нужно воспринимать ее как равную себе, иначе ничего не получится. Если у вас... Эээ... В друзьях нет... Эээ... Ну, как бы, друзей и девушек, это, опять же, ваш выбор. Я не очень понимаю, почему она должна... Делать что-то, и почему она должна не делать того, что... Вас разращает только потому, что... Вас разращает, но не несет прямого... Какого-либо... Вам... Вреда. Вот. Эээ... Значит... Это вот... Эээ... Такой... Эээ... Общий ответ на ваш вопрос. Теперь я бы хотел, наверное... Эээ... Значит... С текстом немножко поработать, да? Какие-то моменты выделить. Пройтись по вашему тексту. Итак... Эээ... Значит... Меня зовут... Меня зовут Сергей. Двадцать один год, живу в Ростовской области. Эээ... Ну, то есть... Вы сами... Как бы, вам двадцать один год, то есть... Вы сами... Ну, вряд ли еще можно назвать себя зрелой личностью, да? Вот. А... Хотя, безусловно, вы ответственны. Это чувствуется. У вас есть стержень, у вас есть ценность. Это хорошо. Ээ... Хотел бы поделиться с вами историей жизни. Я так же просил у вас совет. Ну, психологи советов не дают. Не дают. То есть, тут вы немножко ошибли. Моя любовная история началась летом восемнадцатого года. Я начал встречаться с девочкой, которая давно знала, но не общался лично. Но все было хорошо. Ну, что именно? Что именно было хорошо и для кого? Ээ... Единственная причина, по которой началась вся сложность, я знал, что она не девственница. И каждый раз мы ругались за это. Вот. Это первое ваше отношение к сексу. К сексу. Секс это что-то грязное. Секс это что-то негативное. И вы не уверены в себе сравниваете себя с другими... Другими мужчинами. Вернее, я ее ругал. Ну, хочется спросить, какое право вы имеете ругать человека за то... Что было до вас. Вот. Я знал, что с первого дня пытался закрыть глаза, но не получался. Опять же, почему? То есть это ваша проблема. Почему вы не обратились с этой проблемой, например, к психологу или на наш сайт летом того же восемнадцатого года? Ну, непонятно. С июня по сентябрь, когда дверь не ходит, нет. Мы ни на день не расставали, все время проводили вместе. Ну, почему? Почему не верю? Верю, конечно. Верю. Только, еще раз повторю, это не обязательно хорошо. Я очень большой мезопроб, очень тяжело подпускаю людей к себе. С чем это связано, Сергей? Связано это с тем, что вы боитесь. Вы защищаетесь постоянно от людей. Вы постоянно противопоставляете себя людям. Как бы ждете, как бы от них, ну, чего-то негативного, что ли, и так далее. Вот. То есть момент здесь на самом деле такой. Дальше. Так. Я большой мезопроб. Так. Но этот человек был именно моим. Человек не может быть чем-то, если у вас есть проявление собственничества. Но человек не может быть чем-то, в принципе. У нас одинаковый характер, и мы друг друга не теснялись вообще, делали разные вещи и наслаждались. Вот все, кроме того, что у вас одинаковых характеров, это действительно круто. Но тот, что у вас одинаковый характер, это далеко не всегда хорошее. Наоборот, скорее, это минус. То есть плюс на плюс дает минус. Минус. Я додвинул на второй план все, что могло запустить нас хоть начало. с друзей, спорт и прочие кайфы молодого парня. Я бы не сделал, что это хорошо, потому что вы теряли себя. Вы теряли себя, вы утонули в этом человеке, как вы пишете. А это отношения деструктивные, зависимые. Через три месяца после нашей знакомства мы поехали вместе с ней и ее мамой, и девочке 17 лет в Сочи. Ну, как бы это ваш выбор, да? Сначала я не хотел снять отношений в всяческой странице. У нас просто был постоянный секс на ясной квартире. Вот как интересно получается. За то, что она не детственница, вы ее ругали. А вот секс в ней отношения, это пожалуйста. Двойные стандарты, по крайней мере пока. После полумесяца я понял, что влюбился в нее со всеми их скелетами. Вот опять же, не очень понятно, вы приняли то, что она не детственница или нет. Она всегда меня боготворила в плане секса, защиты, характера и внешности. То есть она вас идеализировала. И все опять-таки свидетельствует о не совсем здоровых отношениях. Потому что любая идеализация ведет к идеализации. Всегда. Дальше. Так, она меня всегда боготворила. Так, скандалы начались после совместной поездки в Сочи. Она сейчас стала на меня кидаться. Я тоже дурак за словами не следил. Из-за чего она стала на вас кидаться? Почему вы не следили за словами? То есть вы называете себя дураком. Вы обвиняете себя. Это ничего не даст. Кроме того, что вы повторите это же поведение в подобной ситуации еще раз. Дело не в том, что вы дурак. А в том, почему вы так поступили. Дальше. Так, значит. Так, скандалы начались. Так. Я любил ее, да и она меня тоже, поэтому быстро мирились. А были ли приняты какие-то решения? Приходили ли вы к каким-то совместным соглашениям? Делали ли вы что-то, чтобы ссоры не повторялись? Потому что, судя по всему, пока что я вижу, ссоры возникали именно потому, что у вас не было личной границы друг с другом. В октябре месяц она вдруг стала опять ходить на тренировки по G.O.G. Сюда до начала на кухню ходила 2-3 месяца. Не посещала, когда у нас все было все отлично. Я ей запрещал это делать с какой-то стати. Она скучала, потом смешать ее не разрешила, только чтобы с мальчиками не боролась. Ах, какая разница. Какая вам разница, Сергей. Все было гладко до ноября, затем она пришла ложь в дом. Пришла ложь в дом. Ага. Так, я попал в аварию напротив ее клуба, решил заглянуть, как она там. Мясина меня не интересовала, она борется каким-то чем охотом. И что? Почему вас это разозлило? Я вас не ожидаю, просто хочу сказать, что с точки зрения психотерапии профессиональной, то есть, что вас это разозлило, говорит о том, что у вас проблема. Это ваша проблема. Потому что она не могла отказаться. Ей дали в парень такого партнера, и все. Другое дело, почему для вас это так болезненно, с этим нужно разбираться. А вы перекладываете ответственность на нее за это. Так. Значит, увидела меня, побледнела. С ноября по декабрь жуткие скандалы, в среднем декабря она в руках ходила. Ну правильно, что скандальный, скандальный, скандальный. Это рано или поздно приводит к такой вот защите человека. Опять же из-за чего скандалы, да? Я приехал к ней, а мне ее мама заявила, что запрещает нам встречаться. Я был ошарашен, мне было плевать на ее запрет. Я бы малую к себе забрал и делать на то. Ну нет, вы не имеете права так делать, по крайней мере, пока я не исполню с 18 лет. Это преступление было бы. Ошарашение было тем, что когда у нас все было отлично, она сбегала из дома неделю и жила. У меня так уходило 20 часов ночи, что приехали ко мне. Ну такое впечатление, что это она могла против мамы какой-то бунт проявлять. Здесь необязательно, что дело было только у вас. Я не говорю, что это так, но просто смотрите шире немножко на эту ситуацию. В общем, это была не мамная девочка, а девочка с своим характером, а то и отсутствия авторитетов в лице родителей. Слушайте, ну я сам не считаю, что родители должны быть авторитетом, но тут мне кажется, как-то вот слишком много внимания уделено им, потому что нет авторитетов. Она была моей. Еще раз, человек не может быть чем-то. То есть это у нас чувство собственности, которое определяет контроль, а контроль давит на человека, что вызывает агрессию, бунт и желание сопротивляться. А тут вдруг она тихонько слушает и соглашается. Значит, и это выгодно. Я в тупике. Что это значит? То есть, ну, как мы для себя понимаете в тупик? Не виделись месяц, она говорит, что я урод, относился к ней как к котине, и мама могла переписку нашу, и промыла ей мозги. Теперь видишь, как он общается, не ценит. На 40 лет раз виднелка постоянно тянет в дом Кисашемырей. Ну опять же здесь какое-то обесценивание женщин. То есть, вот, что значит разведен, что сейчас они думают чем-то рейт. То есть, кто такой, чтобы оценивать ее? Как вы можете оценивать ее и вообще людей? Да? Вот. То есть, возможно, именно с вашей мизентробией вначале нужно работать, чтобы освободить вас от нее. А, дальше. Так. Ну, по поводу того, как она увидела переписку, здесь это и выгодно было. И выгодно было. Так. Она у меня характерная вспыльчивая. Она не у вас, Сергей. Она не у вас. Вы относитесь к ней как к ребенку, как к несамостоятельному партнеру. Она не у вас. Смотрите, вот это вот. А тут личный границ. Я такой же, то есть характерный вспыльчивый. Жалство приедет. Так. Иногда сложно держать себя в руках. Нужно учиться. Нужно работать с эмоциями, Сергей. Это работа с психологом. Так. Новый год я встречал в полном одиночестве. Ждал, что приедет, когда она любит меня. Связь мне не держала. Она постоянно приезжала. Ну, то есть, вы знаете, здесь какое-то такое детское поведение. То есть, я встречал Новый год в одиночестве. Ждал, что она приедет. Мы ждали, если у нее были в отношениях. Если у вас такая серьезная проблема. Тут вот, как бы, тоже нужно исследовать, чего именно вы хотели. Когда я строил город у ванных, сидел в мороз под подъездом. Я когда видел, выбегал, с ней заводил домой. Ну, похоже на манипуляцию какую-то, не считайте. На протяжении этого месяца, я не раз сидел в шаг к примирению. Также сидел под ее окна. Приезжал, но вот тут удар в печень. Она знает, что удовлетворяет всяких сумасходов, друзья, и скрыватель. Она знает, как к этому отношусь. Я и бьет по больному. Почему для вас это больно? То есть, вы не хотите разбираться с тем, почему для вас это больно? Вы просто обвиняете ее в том, что она делает что-то, что вам неприятно. Я бы не сказал, что это поведение именно взрослого-взрослого человека, Сергей. Инстастори, у нее завалено видео, где она ни с того ни с сего полюбила кафе с тонизирующими чаями. Начала общаться с подругами. А что такое, вообще, откуда такой негатив к этому сумму? Человек живет полной жизнью, поняла, что вы контролировали ее. Поняла, что она лишилась вами. Поняла, что это не стоит того. Возможно. Это значит, водка стерла, она очень ранимая на эти мелочи. Эти мелочи для нее не самые мелочи, а серьезный шаг. Тем более, значит, если это так, если она в сторону стерляции, значит, она не хочет, чтобы что-то о ней, чтобы что-то ей о вас напоминало. Все бы ничего, я согласен, у вас есть докторная жизнь, но на протяжении сегодняшнего дня она мне пишет через день. Ну, опять же, может, у нее привязка к вам осталась. Может, она вас отца видит, вы говорили, что она вас боготворит. То есть, это что-то за счетом того, что она живет только с мамой и ей нужна мужская фигура. Вот она вам ее пишет, потому что ей нужна мужская фигура. Возможно. Ну, это с точки зрения, опять же, профессиональной психотерапии. Это такой самый оптимальный вариант. Так, значит, она мне пишет такие теплые слова, когда я еду на контакт, она берет и сливается. Ну, то есть, пытается привлечь внимание, пытается теперь тоже темпромировать. Просил упрощения, предлагал все начать по-новой. Ну, по-новой не получится, это иллюзия. Вы просто можете сделать какие-то выводы, можете проработать свои отношения, но по-новой начать не получится. Она объединяется только ночью, а по ночам ведется случай упрощения. Интересная у вас формировка, конечно, по поводу образа жизни. Почему? Почему вы позволяете себе выразиться так? Что плохого человек делает? Для вас. Как это вас забивает, Сергей? Вот на это обратите внимание, пожалуйста. Как будто забывают про меня. Так а вы не вместе, Сергей. Вы не вместе, чтобы про вас забывать. Вчера написалось, что я лучший и самый красивый, что жалеет обо всем, но простить меня не может. Возможно, это правда, если она такая гордая, как вы. Выдумал о себе, что я изменил ей. Хотя у меня даже татуировка моя, честная верность. Никогда даже повода не давал даже в ВК, в друзьях девочек не было. Я у вас трогал небольшой секрет, но именно такой человек, который в течке страница чего-то, как правило, и потом бывает пойман на этом самом. То есть, отрицание чего-либо, это неосказательное. Наоборот. Наоборот. Это подозрительно. Недавно я позвонил и предъявил, за что она общается с этими гейми, на каком основании вы позвонили и предъявили, почему вы называете этих мужчин гейми, что такого, что она с ними общается, если вы не в отношениях. Мне понятно. Зачем она скрывает их, но диалог не получился. Но я так полагаю, что вы агрессивно были настроены по отношению к ней. Я был в бешенстве. Опять же, из-за чего? Давайте разберём вот это состояние бешенства. Из-за чего вы? Вы были в бешенстве. Ведь важно, что это в это состояние ввело. Три дня я полностью игнорирую её, и я тихо теплое сообщение, не слежу за соцсетями. Помогите мне, дайте ответ на вопрос и вы договоритесь, что с ней происходит. Сергей, я буду с вами честен, вас не успокоит информация о том, что с ней происходит. Вас успокоит только работа, индивидуальная работа с психологом с вами. Потому что то, что с ней происходит, вас в этом смысле не касается. А если вас успокаивает то, что вы знаете, что с ней происходит, то это говорит о том, что вы опять созависимы. Днем она не хочет ничего, а ночью чувство через край намриться не хочет. Но опять же, я так понял, что вы не можете этого знать наверняка. То есть я так понял, что вы не можете наверняка знать, действительно ли у неё чувство через край. То есть она вам так демонстрирует, но на самом деле это так или нет, вы не можете знать. Это не способ удержать на поводке, я точно знаю, она знает, что я лучший в постели и соцсетях. То есть вы знаете о том, что она вас идеализирует и в сравнении с кем-то вы выигрываете. Понимаете, то есть я лучший, это означает сравнение. Поэтому строятся ваши отношения. Не добыть словом принятия, а в сравнении. Как вы можете быть лучшим социумом, если вы без любого мизантропа? Ну для меня тоже загадка, если честно. Я много ругался, был агрессивен, с ней не ценил, не давал себе тепло, которое ему не было. С чего вы решили, что вы должны были давать тепло, которое должны были? С чего вы решили, что человек вообще должен что-то давать, если он не хочет? Человек даёт то, что может и то, что он хочет, а не то, что должен. Значит это уже не отношение, а жертва какая-то. То, что вы были агрессивны и много ругались, это понятно. С этим нужно работать и раскрывать. Причина, возможно, кроется в том, что вы тяжело подпускаете людей к себе. Так. Значит, так. Знала бы сейчас, что это глупо. Так, ну про это я сказал. Я понимаю, что, значит, малышка про это тоже сказал. Вы определитесь, либо она малышка, либо партнер в отношениях. Потому что, как бы, так это не работает. Так, не пойму, зачем она мне спор пишет, даёт особенность и не прощает. Ну, не хочет, чтобы вы о ней забыли. Очевидно. Это вторые отношения. Первый встретился в полтора года, когда был в армии и расстались. Тут забыл через два года, когда встретил этот. То есть, по сути, вы не совершили до конца. Одни отношения начали другие. Ну, хотя в таком случае понятно, что какие-то ошибки и ожидания вы привнесли во вторые отношения. С этой с самого начала не планировал. Семью, вы знаете, меня немножко напрягает, как вы говорите, ту, эту. То есть, как бы... К девочкам у вас какое-то странное немного отношение. Как будто обесценивающее. Ага, так. Так как мал, то она не целая девочка. Не планировал семью. Так как мал, то она не целая девочка. Не целая. То есть, не девственность. Правда, считаете, что между девственностью и семьей есть связь? Правда, считаете, что семью нужно давать только с той, кто обладает девственностью? Еще раз, Сергей. Чтобы не было таких проблем. С этим вопросом нужно разбираться. Разбираться. Либо вы до конца следуете своим взглядам. То есть, решили, что девственница должна быть. Значит, ищите девственницу. Если приняли человек, то все. У вас как-то вот... Не до конца вы делаете выбор. Не до конца. То есть, вы не можете взять ответственность за свои решения. Опять же. За полгода настолько привязался к ней, что самому непостижимо. Ну, привязался, это не любовь. Привязанность, это скорее перенос на человека от того, что вы сами хотите. С этим тут тоже нужно разбираться. Еще раз, привязанность не означает любви. Я агрессивный человек, иногда не могу держать себя в руках. С этим тоже нужно работать. С эмоциями нужно работать, чтобы вы лучше находились с ними в контакте. Первым, когда не газовал, я еще отвечал в 3 раза больше, нежели бы промолчал. Ну, а это... Это не то же самое, не то же самое. Какая разница? Какая разница? Ну, первому не газовали. Но вы же и не сдержали вас. Так что тут, в принципе, направленные стороны. Вывод я сделал огромный. Нужно оценить и беречь людей, когда они рядом. Неужели это был свой жизненный урок и опыт? Возможно. Возможно. До тех пор, пока вы не перестанете своей девочке что-то там предъявлять за то, что она с кем-то общается, пока вы не примете ее здесь и сейчас такой, какой она есть, можно с уверенностью сказать, что это скорее опыт. Мы не такие темы общались, мы делали такое, что у меня у нее первый раз было, не подумать, что я идиот и заранее извиняюсь, но она даже так, я не жил всю неделю, неделю, так, слушай. Я не очень понимаю, зачем вы это говорите, потому что, ну, разные люди, разные отношения. Что-то, может, что-то значит, может, не значит ничего. Она не разлюбила, это сто процентов, ведь после таких ситуаций невозможно просто разойти. Да нет, возможно, если ее не устраивал контроль с вашей стороны. Вполне возможно. Так. Что случилось с ней, зачем эта накрученная история про изменения? Ну, я сказал вам, в принципе, ответил, но здесь, опять же, акцент вы делаете на ней, а не на себе, а работать вам нужно в первую очередь с собой. Потому что, если вы сможете работать над собой, и вы сможете расположить ее в себе, и она вам сама расскажет, что как было. Кто скажет, если нет, что ты мы без огня, бред, знали бы меня, сразу поняли, не могу ли я никак не прикасаться к жежим людям. Не очень понял по поводу чего бред, по поводу чего дым без огня. Вот. Но то, что вы говорите бред, говорит о заранее, об априорном обесценивании мнения, что тоже является показателем, к сожалению, вашего страха, может быть, вашей агрессии, потребности в защите и так далее. То есть нужно научиться строить отношения качественно другие, качественно иные, основанные не на контроле, и на агрессии, и не на эмоциональных сборках, а на все-таки доверии, на адекватном выражении своих чувств и на, безусловно, принятии другого. Вот. И определиться с вашими ценностями, что для вас все-таки важнее, потому что вы противоречите себе. Это тоже раздражающий фактор, потому что, с одной стороны, вот, вы говорите, типа, что, вот, ну, она должна быть детственностью, да, и с ней детственностью, семью я не хочу создавать. Ну, в принципе, это ваша позиция, это ваше право, если вы так решили. Но вы же не обеспечиваете этот свой взгляд. И мне кажется, что и другие взгляды вы тоже можете в той или иной степени не обеспечивать. А это порождает тревожность, неудовлетворенность и раздражение. Ну, а агрессия, как я уже сказал, это постоянное ощущение угроз со стороны внешнего мира, с чем также следует разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.